МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телеканала Оркин Медиа в студии Ольга Сивоха. Здравствуйте! Смотрите сегодня в материалах наших корреспондентов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состояние стабильное. Школьница, которую сбили на пешеходе, вышла из комы. Девочку перевели в палату. Находится травматология. Открытая проблема. Аким Балхаша проверил городские колодцы. Это беспредел. Уже не то железо, уже пластик начали воровать. Звериное строительство. Балхарские волонтеры нашли место будущего приюта для бездомных животных. Хватит на строительство. Будок 4-5 точно. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьницу, которую вместе с мамой на пешеходе сбила машина, перевели в палату. Три дня 10-летняя девочка провела в коме. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Она находится в отделении травматологии. За ней ухаживает отец. В соседней палате лежит мама. У 38-летней женщины перелом голени. Она перенесла операцию. По словам главы семейства, виновник ДТП каждый день навещает пациентов, помогает с медикаментами и деньгами. Своей вины 25-летний водитель не отрицает и надеется на примирение, к которому стороны могут прийти в суде. Напомним, авария произошла 27 августа на улице Кадыржаново возле торгового дома. Женщина и ребенок переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, когда на них наехала БМВ. Женщина и несовершеннолетний ребенок находятся в травматологии, состояние стабильное, проходит лечение. Данное уголовное дело занимается орган дознания, проводится расследование. Открытая тема. Акимгород осмотрел городские колодцы. Вместе с коммунальщиками и полицейскими городоначальник искал люки, на которых нет крышек. Оказалось, их немало. Мобильная группа во главе с городоначальником прошла по опасным участкам, о которых сообщили горожане. На прошлой неделе в Балхаше запустили акцию «Открытый колодец». За несколько дней на горячую линию поступило около 20 обращений, в основном об отсутствии крышек. Один балхашец стал свидетелем кражи колодезного люка. Он сообщил номер и марку машины похитителей, но пока задержать нарушителя не удалось. Просто сразу вам сообщать, вы тут же оперетенос. Бривяда не езжает. Ну, это беспредел. Уже даже не то железо, уже пластик начали воровать. О кражах канализационных крышек или их отсутствии можно сообщить по телефону 4-42-61, 4-40-84 и 8-708-568-38-59 или на электронный адрес блок-балхаш-собака-майл.ру. Все обращения обязательно регистрируют и передают городоначальнику. Пункты по списку будут объезжать каждую неделю. Специалисты обещают решать открытые проблемы в течение нескольких дней. По этой акции люди звонят, много обращений, и поэтому у нас мы организовали объезд. Это будет не первый объезд, еженедельный объезд у нас будет проводиться. В данный момент еще существует одна проблема – это воровство, кража колодцев. И в связи с этим хотелось обратиться к нашему населению, к жильцам о том, что если заметили машины, там номера, определенные такие какие-то доказательные вещи, чтобы обращались, мы конфициально сгарантируем. Упал в цене спорткомплекс «Жик-Пи-Жик» не ушел с молотка. Теперь продавать его будут с 50-процентной скидкой. Изначально на торгах за помещение клуба просили больше 23 миллионов тенге, но желающих приобрести его не нашлось. Теперь «Жик-Пи-Жик» ждет вторая волна торгов, на которой его выставят уже почти за 12 миллионов тенге. Дату тендера назначили на 20 сентября. Если эти попытки не купят, то в течение двух лет объект подлежит ликвидации. Обязательным и единственным условием продажи объекта является сохранение профиля деятельности. Здесь профиль деятельности должен быть соблюден на привлечении студентов, учащихся, детей, подростков к регулярным занятиям массовым спортом, проведение на черезкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых и зрелищных мероприятий. А в среду будет решаться судьба бассейна. 7 сентября его выставят на продажу уже в третий раз. Торги проходят на сайте Реестра государственного имущества. Путь к знаниям, как сделать дорогу в школу безопасно, сегодня узнали и водители, и пешеходы. Работники прокуратуры и ГАИ устроили для участников дорожного движения экзамен на знания ПДД. А этот знак обозначает то, что рядом есть пешеходный переход. Внеклассный урок для учеников 17-й школы начался с изучения знаков. Вожатые шестиклассники рассказали и показали младшим, как правильно переходить дорогу. Урок устроили и для водителей, только в роли педагогов, работники прокуратуры, ГАИ и медики. С началом учебного года к участкам возле учебных заведений особое внимание. За 8 месяцев 2016-го в городе произошло 124 ДТП, 8 из них с участием детей. В авариях погиб один ребенок, еще 7 получили травмы. Чаще всего происшествия случаются из-за невнимательности и нарушения правил. Чтобы исключить эти пункты, дети и госслужащие раздали пешеходам и водителям буклеты с полезной информацией. В прокуратуре города проводится акция «Дорожно-транспортная культура города Балхаш». Будут проводиться правоохранительными органами, государственными органами, праворазъяснительные работы, правил дорожного движения. Также правила разъяснения оказания первой медицинской помощи. Из виртуального в реальный. Скоро в городе появится приют для бездомных животных. Добровольцы, которые до этого работали только через интернет, занялись оформлением документов и обустройством пока временного убежища для четвероногих. Виктория Буханцева побывала на месте и узнала о планах волонтеров. Оно будет все ограждаться между собой? Волонтер Елена Ахмадшина сегодня в роли строителя. На месте недостроенной теплицы скоро появится настоящее собачье общежитие. Здесь у каждого четвероногого будет своя комната размером 2 метра на полтора с отдельной будкой и прогулочной площадкой. Собачьи хоромы возведут из подручных материалов. Виртуальный приют под видом страницы в социальной сети появился полтора месяца назад. Группа нашла больше десятка единомышленников и теперь планируют перемещаться в реальный мир. Волонтеры уже готовят документы на официальное создание объединения. Они пойдут на строительство будок. Собранные материалы уже распределили по назначению. Не хватает еще досок, утеплителя и покрытия для крыши. Есть необходимость и в рабочей силе. Добровольцы по очереди выходят на субботники и очищают территорию будущего приюта. Я указала свой магазин, чтобы приносили корм по возможности, потому что он находится в центре города. Мы сегодня убираем траву. Если есть у вас время, приходите, помогайте нам. Здесь появится только временное убежище на осень, зиму и начало весны. К тому времени волонтеры рассчитывают закончить с оформлением документов, найти участок и начать строительство постоянного и полноценного приюта. А первых постояльцев этого жилища планируют заселять уже в конце недели. Виктория Буханцева, Схат Токбай, Форкин Медиа. В выходной понедельник на Курбанайт казахстанцы отдохнут три дня. Один из главных мусульманских праздников – День жертвоприношения – в этом году приходится на 10 сентября – в субботу. Отмечается он три дня, поэтому эти выходные продлятся до понедельника. Рабочая неделя начнется во вторник, 13 сентября. Верующие в дни праздника должны посетить могилы предков, навесить родственников и сами принять гостей. По традиции на Курбанайт в жертву приносят животное, при этом часть мяса отдают нуждающимся, вторая часть – на угощениях гостей и третья остается для семьи. В честь праздника Курбанайт коммунальные службы отложили отключение горячей воды, прекратить подачу. Планировали 12-го, но на это число выпал третий праздничный день, поэтому воду отключат на день позже – 13-го. Вес горячей воды горожанам придется обходиться больше двух недель, включить ее планируют 1-го октября. На сегодня все. На экране телефон редакции, на которую вы можете звонить и писать, если стали свидетелем происшествия или владеете интересной информацией. Делайте новости вместе с нами. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова